МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Добро пожаловать в Словенскую Поклюку, в Национальный парк Триглав, где с минуты на минуту начнется последняя гонка Кубка мира этого сезона. Точнее говоря, этого года. Этого года сезон в самом разгаре. Мужской масс-старт и сразу же к стартовому протоколу. Эмиль Хегли-Свенсон первый номер, Мартан Фуркат второй, Антон Шипулин третий, Домник Ландер-Тингер четвертый, Симон Шем пятый, Яков Фак шестой, Анджей Муравец седьмой, Йоханнес Бео восьмой, Тарей Бео девятый, десятый Евгений Гараничев, одиннадцатый Эрик Лессер, Даниль Бем двенадцатый, тринадцатый Анди Бирнбахер, четвернадцатый Фредерик Линстрюм, пятнадцатый Тим Бёрк, шестнадцатый Михаил Шлезингов, семнадцатый Жан-Гиом Беатрикс, восемнадцатый Лоуэл Бейли, Максим Цветков девятнадцатый, двадцатый Бенямин Вегер, двадцать первый Симон Эдер, двадцать второй Красимиранев, двадцать третий Кентен Пьо Мале, двадцать четвертый Владимир Ильев, двадцать пятый Дмитрий Малышко, двадцать шестой Лукас Хофер, двадцать седьмой Доминик Виндиш, двадцать восьмой Орлен Бьонкондоргорд, двадцать девятый Тимофей Лапшин и тридцатый Натан Смит, тридцать человек в стартовом протоколе. И наши основные надежды, я имею ввиду российских болельщиков, конечно же, связаны с Антоном Шипулиным, который дважды уже попадал на подиум по ходу гонок в Поклюйке, был первым в спринте и вторым в гонке преследования. Погода отличная, ничего не изменилось по сравнению с женской гонкой. Чуть-чуть в некоторых местах, вы видите, отпустила немного трассу, но все-таки я думаю, что это никак не повлияет на итоги мужского мастарта. Очень жаль, что в женском мы не увидели зарубу Кайса Макарайнина и Дарьи Домрычева. И с Дашей вроде бы в плане здоровья все в порядке, но вот то падение, которое случилось после первого огневого рубежа, после того, как Даша уходила со штрафного круга, одна из ее соперниц, наоборот, заходила, было столкновение и повредила винтовку Домрычева, отстрелялась из запасной на втором рубеже, но допустив 4 промаха, решила сняться с дистанции и в итоге не набрала рейтинговых очков. последовали некоторые комментарии уже и из штаба женской российской команды. К сожалению, ни одной из наших девушек не удалось даже зацепиться за десятку сильнейших. Владимир Королькевич, главное, что сказал, останутся на январские этапы Кубка мира Ольга Почуфарова, Екатерина Глазырина, Яна Романова и Дарья Веролайнин. Остальные поедут в Ижевск и будут отбираться на второй биатлонный семестр через ижевскую винтовку. Три вакантных места будут там разыграны. В Ижевск отправится вместе с девушками и Сергей Коновалов, с неудачницами последних стартов. Что касается вчерашних героев пассиута, Эмиль Хеглис-Венсен отметил, что у него абсолютно все получилось, особенно на огневых рубежах. Помните, совсем недавно мы считали дни, там давно за тысячу зашло, когда в последний раз Свенсен прошел все рубежи, будь то спринт или какая-то длинная гонка, чисто, но вот наконец-то эту негативную для себя статистику изменил в прошлом сезоне и все чаще и чаще происходит. Так что Свенсен стреляет на ноль. На лыжне же чувствовал себя тоже очень уверенно. Так что день удался по всем показателям. В прошлые сезоны к третьему этапу я чувствовал уже серьезную усталость, но в этот раз я нахожусь уже в хорошей форме, и Рождество встречаю в отличном настроении, в отличной форме. Домой вернусь и там меня ждет натуральный снег. Так что подготовка продолжится в должной мере к будущим сражениям. С Фуркадом продолжается плотная борьба за победу в общем зачете мирового кубка. В прошлые годы я терял все шансы еще до Рождества, потому что выступал слишком нестабильно. На этот раз видно, что мы находимся на одном уровне, и я обязательно дам ему бой. отметил, что помогает вот эта солнечная погода ему в плане настроения. Эмиль говорит, я человек солнца, и обожаю соревноваться вот именно в таких условиях, когда и народ на трибунах собирается для того, чтобы получить удовольствие от зрелища. Не знаю, играл ли сегодня в шахматы с Эрлендом Бьонтен, Гордом Свенсен, но сказал, что перед гонкой преследования ему это помогло. Да, я проиграл, но шахматы заставляют думать, и это очень здорово. Обычно мы измотанными приходим в комнату после соревнований. Шахматы же позволяют отвлечься. Ну, в такой-то стране не играть в шахматы нельзя. Магнус Карлсон защитил недавно свой чемпионский титул в Сочи в поединке с Виши Аннандом. И, кстати говоря, Свенсен в восторженных тонах отзывается уже не первый раз о Карлсоне. Он не устает твердить, что, в принципе, невозможно бороться за титул сильнейшего спортсмена страны по итогам года в то время, когда Карлсон чемпион мира по шахматам. Так. Какие-то проблемы возникли у Бернбахера. Мы видим, что меняет он стремительно палку. Ой-ой-ой. А у Тимофея лапшина вообще то ли крепление вырвало. Что ж такое-то? Какие неприятности по ходу Мастарта и в женском, и в мужском. Докатил ли Тимофей там до какой-то точки, где есть тренеры, где есть, что самое важное, запасные лыжи? Палки-то, да, а вот лыжи. Еще там надо как-то разобраться, вытащить вырванное с корнем, с мясом крепления. Видимо, был контакт между Лессером, который тоже оказался в самом арьергарде, между Бернбахером, который менял палку, и Тимофеем Лапшиным, к сожалению, в трансляцию это не попало. Шипулин, конечно же, был доволен своим вторым местом, но вместе с тем заметил, что вот наступают такие времена, когда я чувствую, что немножко не доработал, хочется большего. Аппетит, как говорится, приходит во время еды, и в этом смысле перед Антоном стоит снять шляпу. Созревает, как настоящий большущий мастер Антон, закрывает все мишени очень уверенно. и отправляется на дистанцию первым, за ним бросаются в погоню. В первую очередь это Доминик Ландер Тингер и обладатель красной майки Мартан Фуркар. В прошлом сезоне Мартан очень уверенно опередил всех своих конкурентов в зачете гонок с общего старта и взял Малый Глобус. Ландер Тингер проиграл ему больше 60 очков. Третьим в этом рейтинге был Свенсен. Лучшим из наших стал Александр Логинов, который оккупировал одиннадцатую строчку. Но Логинова сегодня мы не увидим. Так же, как и Александра Печенкина, который, увы, провалился в спринте и не смог отобраться в пассьют. Соответственно, сегодня пять человек из шести возможных. Антон Шипулин возглавляет сейчас гонку с общего старта в Поклюке. Сам он признавался, что ему больше нравится догонять, чем убегать. Когда гонится за мной, я чувствую себя лошадью, которую запрягли. Она смотрит только вперед. Не самое приятное чувство. Так что не будет ничего удивительного, если Антон пропустит кого-то вперед из преследователей или Ланди или Мартана Фуркада. Мартан сейчас использовал пункт питания по назначению. Он большой мастер там выхватывания всяких лыжных палок или бочков. Причем на лету. Мы были свидетелями тому уже не раз. Тимофей Лапшин продолжает борьбу. Видимо, все-таки успел он инвентарь на каком-то участке трассы поменять и прошел первый рубеж. Более того, без штрафа. 41 секунду сейчас проигрывает и идет на 25-й позиции. Максим Цветков 23-й. Он зашел на штрафной круг. Гараничев тоже имеет 150 штрафных. Он 16-й, 13-й. Дмитрий Малышко. Он обошелся без промахов на первом рубеже. для Тимофея, конечно же, большое значение имеет то, чтобы обе лыжи были одинаковыми в плане скольжения. ему будет тяжелее остальных. В этом нет никаких сомнений. Сегодня Лессер, который угодил в завал, 4 промаха допустил. Я не исключаю, что у него повреждена винтовка. Еще один участник ДТП на первом круге. Анди Бирнбахер обошелся одним промахом. Он держится сейчас в третьей группе. Ну вот, кстати, Тимофей появляется. Да, видно, что такой он акцент делает на правую лыжу, которую менял. Не часто возникают такие ситуации, когда по ходу гонки спортсмену приходится менять именно лыжу ту или иную. Шипулин, как мы и предполагали, в принципе, не постеснялся пропустить вперед Ландер Тингера и младшего Фуркада. Марта наглядывается, призывая кому-то из попутчиков чуть-чуть помочь. Но Ланди предпочитает пассажирить. Пологих участков по клюке всего лишь по сути два. Это штрафной круг и финишная прямая. Все остальное либо подъемы, либо спуски. Мартан в целом оценивал свой вчерашний результат по большому счету позитивно. Сказал, что это была одиннадцатая гонка за месяц и учитывая те проблемы, которые у меня были со здоровьем, я в принципе выдерживаю нормальный график, нормальный темп. Поблагодарил сервисеров, кстати говоря, Антон Шипулин персонально Валерию Шашкину, с которым работает, передал большой привет и спасибо за вчерашнюю гонку. Признал Фуркат, что на последнем круге он действительно экономил силы. мы это замечали в прямом репортаже и не пытался бросаться в погоню за Шипулиным. И, кстати, интересная статистика по итогам 150 личных гонок, 150-я накануне была для Фуркада, он одержал 34 победы. Для сравнения у Свенсена за тот же период 28 побед, у Бьерн Далина 24, у Рафаэля Пуаре 21. вторая стрельба. Антон не повторяет, по крайней мере пока вчерашних ошибок, последний выстрел идет точно в цель, хотя кажется, что немного зацеливается россиянин. Группа лидеров сузилась до пяти человек. Ландер, Тингер, Шипулин, Эдар, Фуркад и Беатрикс. На расстоянии девяти секунд Фредерик Линстрюм. Смотрим за стрельбой Цветкова. И держим. Держим в прицеле Лапшина. Максим закрыл все пять. Лапшин мажет предпоследним выстрелом, последним попадает, но придется зайти на штрафной. Гараничев, к сожалению, еще одну однушку хапнул в графе непораженные мишени и сейчас идет четырнадцатым. Антон снова берет на себя инициативу и Шипулин опять тащит на себе этот караван. Здесь два австрийца Ландер Тингер и Эдер, младший Фуркат и Жан-Гийом Беатрикс. На небольшом отдалении Фредерик Линстрюм, Тарий Бео и Красимир Анив. Все упомянутые спортсмены прошли оба первых рубежа на ноль. Гараничев шестнадцатый, семнадцатый Цветков и за ними Малышка на восемнадцатой позиции. Дмитрий как заметили в тренерском штабе продолжает колбасить даже слишком мощно и сильно как-то для спортсмена такого статуса для золотого медалиста сочинской олимпиады. Каспирович говорил, что Лапшин в спринте перегорел. Допускать два промаха в стрельбе из положения лежа недопустимо в гонках такого уровня. Ну и после неудачного рубежа видимо сыграл какой-то адреналин или другой внутренний фактор. Ход у Тимофея был очень тяжелым. Да, на пассьютон собрался, но отсутствие стабильности у всех кроме Шипулина к сожалению пока что налицо. Шипулин задает темп, который не под силу группе Линстрюма и она проигрывает уже 14 секунд. Ну я думаю, что нет смысла обвинять Антона там в какой-то излишней прыти, что он слишком быстро начал эту гонку. Наверняка чувствует в себе силы для того, чтобы задавать темп. Тем более, что помощник в виде в лице Доменика Ландертингера у него в данный момент есть на предыдущем круге. Чуть-чуть поработал впереди и Мартан Фуркат. Коварный спуск, где Оли Хиден Сало, финский биатлонист накануне очень сильно упал и даже по предварительным заключениям врачей получил сотрясение мозга. Такие русские горки в славянской поклюке. Русские горки в буквальном смысле для Антона Шипулина этот этап складывается более чем успешно. успешно выражает надежду на то, что все-таки это еще не оптимальная форма. Резервы еще и есть и их надо искать и использовать в подходящий момент. Победа в общем зачете Кубка мира конечно же в моих мечтах была всегда. Просто не всегда об этом говорю, потому что боюсь сглазить. Но в принципе мое положение в общем зачете таково, что я интересные цифры скорострельности в сравнении с прошлым сезоном. Свенсен добавил секунду 42, то есть начал стрелять быстрее. Шипулин чуть-чуть медленнее, где-то на одну секунду Свенсен Свенсен сказал Бьерн Даллен медленнее на секунду 25, Гараничев быстрее на секунду 43. Да, главное не забивать голову вот этими медалями, вот этими погонями, тактической борьбой, не смотреть, где находятся конкуренты. об этом Антон все время говорит, что пытается абстрагироваться на стрельбище и выбивает 15 из 15. Теперь компания из двух французов и россиянина впереди. Мартан, кстати, начал стрелять медленнее по сравнению с прошлым сезоном. Почти на полсекунды Цветков мажет, Гараничев мажет дважды. Максим отправляется на один штрафной круг. Малышка демонстрирует твердость руки на первой стрельбе из положения стоя. Ну и Лапшин еще только приближается к последнему рубежу. Тимофея очень далеко, к сожалению. Но эта неприятность безусловно сказывается и мажет первым выстрелом. Два француза и русский. Предпоследний круг первого мостарта этого биатлонного сезона. Шипулина оказывается в тисках Беатрикса и младшего Фуркада. Но чувствует себя в этих тисках в принципе очень и очень уверенно. Мартан ничуть не удивлялся накануне сильному ходу Шипулина и Свенсена. Даже так обиженно у журналистов спросил а что должен был? Они выиграли у меня много на стрельбе из положения лежа и потом их было очень сложно догонять на каждом круге. В конце концов я в основном пытался сохранить свое место но они да были сильны в гонке преследования и я их поздравляю с великолепными результатами свэнсен свэнсен выбирается из второго десятка три штрафных круга в пассиве норвежца и проигрыш более минуты лидером лапшин кстати обошелся в итоге одним штрафным кругом но по-прежнему очень далеко тимофей на 27 позиции у линстрима и эдера три у лидеров выигрывает почти 20 секунд линстрим не раз признавался что любит бегать в монстарты но вообще такие контактные гонки где чувствуется локоть где чувствуется дыхание конкурента эти гонки любят даже большинство спортсменов лыжный ход потихоньку приходит говорит линстрим но это доказательство что я вхожу в число сильнейших линстрим имеет ввиду еще и то что находится в пятнашке общего зачета мирового кубка все хотят конечно в хорошем настроении уйти на каникулы вот эти небольшие новогодние хорошо дышит Антон Мартан пока что всех пасет не пытается играть в кошки-мышки не пытается выйти вперед проверить кого-то задергать линстрим с эдером отыграли одну секундочку обратите внимание на присутствие в шестерке сильнейших Натана Смита который попал в сегодняшний масс-старт только благодаря успешному выступлению именно здесь в Поклюйке и заскочил на подножку уходящего поезда Малышка в группе Ландер Тингера но здесь большое количество спортсменов с именем и те же Бео со Свенсеном Бео младший ну что я уже упоминал небольшое интервью Сергея Рожкова вчера на одной из радиостанций где он предположил что три первых огневых рубежа расставят все по местам и в мужской и в женской гонке на поверку вышло так что интрига жива и тут и там в женской кайса вообще на последнем круге обошла ну как же так Антон опять этот последний пятый-то и все на круг ушли Эдер как из пулемета и попадает все пять многие жаловались что вот здесь как раз выходя со стрельбища из-за угла не видно штрафного круга то есть периферийное зрение оно не схватывает все что происходит и из-за этого происходили столкновения в том числе и в такую переделку попала кайса на Карайн господи еще и младший Фуркат чуть не растянулся тут итак пять претендентов на победу и практически с равными шансами Мартан Симон Эдер Фредрик Линстрюм Жан-Гийом Беатрикс Антон Шипулин довольно сильно разбиты уже трассовые наверняка это заметили так получается что по ходу именно мужских гонок солнце начинает некоторые участки сильно подтапливать что ли и образуется такая снежная каша да здесь была исключительно ошибка Фуркада кстати конкурентов он никак не может винить Тимофей бедолага стреляет но не в единственном числе сейчас он на рубеже находится попал четыре из пяти малышка идет пока в десятке сильнейших с одним штрафным кругом в пассиве по итогам сегодняшней гонки Цветков восемнадцатый отставание минута семь Гараничев двадцать шестой Лапшин двадцать седьмой ну и вот теперь начинается тактическая борьба пятерка собралась вместе не смогли фуркад цедром убежать от трио преследователей антон очень внимательно пасет и делает все правильно практически закрывают они все лазейки с фуркадом для конкурентов антон я думаю не будет ни на кого реагировать он будет именно пасти до конца Мартана Линстрюм оттоптал пятки и продолжает это делать применительно к Шипулину если бы было чуть пошире трасса узкая из-за того что снег свозили практически со всех близлежащих вершин мы уже говорили о том с какими проблемами здесь довелось столкнуться организатором господи да может быть Антону сейчас стоит и чуть поднять темпы и даже немного полидировать чтобы не оказаться в какой-то заварухе связанной с порчей инвентаря довольны уже этих проблем ну как-то так неожиданно подпустили к себе Моровца и Тарьебе вот это пятерка лидеров и пошел Беатрикс его атаку подхватывает Мартан но вместе с тем кажется что он немножко Шипулина даже и придерживает в тренерском штабе французской сборной царит эйфория уже есть призовое место завоеванная она из беском сегодня в мужской гонке наверняка тоже будет медаль но сколько и какого достоинства Беатрикс уже поднимался на пудю этапов Кубка мира побед еще никогда не завоевывал вот вдвоем они пытаются сейчас убежать от тройки преследователей но Шипулин караулит караулит Эдер и Линстрем похоже отваливаются терпеть терпеть Антон терпеть обращаясь опять же к статистике и выделяя лучших финишеров мы конечно же в первую очередь говорим об Эмили Хегли Свенцоне который в финишном створе в девяти случаях из десяти одерживал победы над своим конкурентом в том числе и над Мартаном Фуркадом ох ты тут чуть-чуть медвежью услугу не оказал Беатрикс Мартану но француз удержался француз тот что по титулованию и поизвестнее но это дает просвет Шипулину Антон отбегает какая драма какая драка и в этой драке Шипулин оказывается победителем две победы и одно серебро вот это выступление ну я думаю сейчас пару ласковых произнесет Мартан своему другу по команде ну и тут наши тренеры подгоняют остальных участников этого мастарта Дима Малышка Максима Цветкова Малышка ведет борьбу за попадание в десятку Цветков пытается удержаться в пятнашке ну а перед Антоном мы все снимаем шляпу он просто красавец великолепная концовка и такая очень жирная точка мне даже сейчас вот показалось не знаю согласитесь вы со мной друзья или нет Антон то ли подошел посочувствовал Беатриксу то ли наоборот сказал ему спасибо Жан Гиомта в итоге пятый ну то была чисто его ошибка конечно никто ему не помогал за 150 буквально метров он растянулся на трассе вот смотрите еще и палку потерял носком лыжи зацепился и оказался на снегу Мартан буквально прокатился и по лыжи и по-моему по одной из оставшихся палок у Беатрикса но конечно же атаку Шипулина уже не смог поддержать среагировать на нее здесь главное было уже удержать вторую позицию с этой задачей Мартан справился Эдер второй Линстрюм взял деревянную медаль Цветков заканчивает дистанцию пятнадцатым Женя Гараничев двадцать пятый борется до последнего лапшин и выгрызает двадцать шестую позицию уберка Свенсен сегодня только семнадцатый а это значит что Мартан Фуркат возвращает себе желтую майку лидера общего зачета браво говорим мы не только Антону Шипулину но и Александру Каспировичу которого несколько раз показали в финале этой гонки да Антон в декабре еще никогда в жизни подобным образом не выглядел Антон стабилен как никогда худшим результатом его на данный момент является одиннадцатое место но и необходимое качество для гонки за большим хрустальным глобусом удивительное для команды где ни один спортсмен не готов провести три добротных заезда подряд в трех гонках вот это сейчас есть у Антона значит у нас есть надежда на то что российский биатлонист сумеет зацепиться за борьбу за большой хрустальный глобус вместе с вами был Дмитрий Терехов до встречи друзья пока